Наблюдатели БСЕ все-таки зафиксировали бой на позициях народной милиции ЛНР к северо-западу от Дебальцева, а также выдвижение украинской техники. Нас особенно беспокоит ситуация на направлении Светлодарск-Дебальцева. Накануне днем там была ожесточенная канонада. За два часа с четырех до шести вечера там прогремели 160 взрывов. Мы не смогли провести независимую проверку, но наблюдатели также зафиксировали, что украинской техники нет в отведенных для нее парках. Официальный Киев пока отказывается комментировать грубое нарушение условий перемирия в Донбассе, а представитель ДНР в контактной группе считает, что время для провокации было выбрано не случайно. На нашу территорию порядка четырех километров зашли подразделения численностью до батальона, причем используя и бронетехнику. К сожалению, это серьезная провокация на фоне того, что различные саммиты должны состояться в самое ближайшее время. То есть и наши действия, то есть с одной стороны адекватные, могли быть истолкованы нашими оппонентами в понятном ключе. Хотя народная милиция ЛНР и сумела отбить атаку в районе Дебальцево, напряженность сохраняется. По данным ополченцев, украинские военные перебрасывают на линию разграничения дополнительные силы, в том числе и бронетехнику. Наши отбили, слава богу. На третье они остались, сейчас находятся в непосредственной близости от того места, где мы сейчас находимся. Накрываются всего, что можно, ночью отрабатывая сильной артой. В данный момент нам известно, что в сторону Санжаровки выдвинулись до роты личного состава. Выдвинулись коробочки, то есть техника, БЭХи, РЛСки и МТЛБ. Вопрос о грубом нарушении перемирия представители ЛНР подняли на заседание контактной группы по Украине в Минске. Но ответа не получили. Молчит Киев о недавнем нападении на саперов ДНР в Широкино, когда двое военнослужащих погибли и восемь оказались в плену. Также украинская сторона не хочет отводить войска в районе станицы Луганской. Там находится пункт пропуска из ЛНР на Украину. Представители Донбасса считают, что присутствие военных создаст угрозу для безопасности людей из-за возможных перестрелок. А все же в Минске удалось добиться некоторых результатов. О них рассказал представитель БСЕ. Дискуссия подремонстрировала необходимость срочного решения социальных проблем в соне конфликта. В частности, задолженность по заработной плате железнодорожникам Фордо и Орло.